ЗАМЕТКИ НУМИЗМАТА Очень часто происходят ошибки при определении подлинности монеты, причем совсем не ту сторону, которую бы хотелось. Монету совершенно подлинную, даже интересную могут по ошибке определять как подделку. На основании имеющихся у человека знаний или недостатка этих знаний. Мы же с вами будем пытаться эти недостатки, естественно, компенсировать в процессе наших с вами передач. И вот в данном случае хотел вам показать такой пример монеты, которую часто принимают за подделку. Эта монета 1899 года, 10 рублей год, наиболее распространенный, массовый для чеканки 10-рублевых монет. Буквы гуртовой надписи АГ, также наиболее массово встречающиеся на 10-рублевых монетах 1899 года. Но вот портрет у этой монеты, портрет позднего типа. Такие портреты стали использовать только с 1900 года и далее использовали до самого конца чеканки, то есть до года 1911. И естественно, нумизмат, не сказать, что даже начинающий, а скорее напротив, уже разбирающийся в монетах, вариантах портретов, встречая монету с неслойственным портретом, с портретом раннего типа, или наоборот, когда у нас случай позднего типа на монете совсем ранней, естественно, сходы говорят, нет, этого не может быть, это подделка. Еще чаще это встречается, когда человек видит не саму монету, а ее фотографию или видео с изображением монеты, и реакция совершенно естественная. Такого не может быть, так как мы знаем, что этот вариант портрета стали использовать позже. В реальности, конечно же, при изучении монеты на предмет подлинности надо учитывать сочетание всех факторов, о чем я не устаю говорить постоянно. Надо смотреть все четыре стороны монеты, аверс, реверс, гурт, и, конечно, ее метрические характеристики, которые тоже иногда могут дарить нам сюрпризы. А иногда, напротив, могут привести к выводу о том, что монета-то вполне подлинная, несмотря на какие-то ее особенности. И в первую очередь, конечно же, обращать внимание на технологические особенности изготовления монеты. Если по технологическим особенностям, характерным именно для чеканки времени Николая II, вы никаких претензий к монете не имеете, но при этом встретили какую-то необычность, изучите ее внимательно. Вполне возможно, что вам попался редкий вариант, редкая разновидность, а может быть, вообще неизвестная монета ранее. Такое встречается, случается, и это будет ваша нумизматическая удача, что вы, возможно, встретите какой-то новый вариант. И никогда не делайте вывод о подлинности монеты на основании беглого взгляда, несоответствия лишь какого-то одного элемента или одной стороны. Будьте внимательны. И в данном случае монета 10 рублей 1899 года с портретом позднего типа является достаточно редкой, достаточно востребованной, а уж в хорошем состоянии, в ярком блеске, с хорошей прочеканкой детали, как данный экземпляр, вообще представляет большую коллекционную ценность. Но еще большую ценность представляет разве что такая же монета, тоже с поздним портретом, но с датой 1898. Таких монет вообще известно буквально несколько десятков экземпляров, и они, конечно же, являются настоящим украшением коллекции, особенно если монеты в сильном состоянии. Будьте внимательны, внимательно изучайте монеты, которые к вам попали. Надеюсь, что ноуизматическая удача вам улыбнется, и в вашей коллекции будут монеты необычные, редкие и интересные. Подписывайтесь на наш канал, смотрите, оставляйте свои отзывы, задавайте вопросы. Мы рады будем ответить на ваши вопросы и постараемся учесть ваше замечание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok